Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о деятельности антикоррупционного комитета под руководством Никиты Михалкова. В последнее время организация, занимающаяся борьбой с преступностью и коррупцией, значительно усилила контроль за подбором новых сотрудников и начала процедуру очистки своих рядов. В результате этих мер из команды Михалкова были исключены известные артисты, такие как семья Олега Газманова, Стас Садальский, Владимир Машков, Андрей Смоляков и другие за различные правонарушения и предательства. Однако самым шокирующим стало задержание известного актера Дмитрия Анатольевича Певцова, ранее также состоявшего в антикоррупционном комитете в международном терминале аэропорта Шереметьево при попытке покинуть Россию. Певцов обвиняется в тяжелом преступлении. Он, по утверждениям следствия, с помощью команды специалистов по компьютерным технологиям обналичил финансовые счета комитета на сумму почти 700 миллионов рублей. Эти средства были предназначены на благотворительные цели, включая увеличение социальных пособий для многодетных и малоимущих семей, а также строительство детских больниц и других медицинских учреждений. Впоследствии финансовые средства удалось вернуть на место назначения, но теперь Дмитрию Певцову грозит уголовное преследование за финансовое мошенничество в особо крупном размере. Несмотря на это чрезвычайное событие, команда Никиты Михалкова продолжает свою работу. Знаменитый певец Александр Новиков планирует серию благотворительных концертов в Новосибирске, Владивостоке и Челябинске, гонорары от которых пойдут на помощь жертвам трагедии на Донбассе и в Оренбургской области. Отдельно стоит отметить, что сотрудник антикоррупционного комитета и известный актер Борис Васильевич Щербаков, проведший в коме 12 дней, на данный момент все еще находится в реанимации, но его состояние здоровья улучшилось. К сожалению, состояние дочери Никиты Михалкова, Анны Михалковой, которая недавно подверглась нападению и получила серьезные ранения, по-прежнему остается критическим. Уважаемые читатели, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете выразить свою поддержку, поставив лайк под этой статьей и оставив комментарий. В эти турбулентные времена Кокжда, доверие и честность стоят на вес золота. Деятельность антикоррупционного комитета Никиты Михалкова остается в центре внимания общественности. Случай Дмитрия Певцова, бывшего светлым примером, но теперь обвиняемого в серьезных преступлениях, напоминает нам о важности бдительности и необходимости постоянного пересмотра внутренних контрольных механизмов. Команда Михалкова, несмотря на пережитые потрясения, продолжает свою благородную миссию. Благотворительные концерты Александра Новикова и увеличение социальных пособий символизируют непоколебимое стремление к помощи нуждающимся, демонстрируя, что даже в самые темные времена можно найти источник света. Мы благодарны вам, уважаемые читатели, за внимание к этой важной теме. Ваша поддержка и активное участие крайне важны для нас. Если этот материал вызвал у вас отклик, не стесняйтесь делиться им и обсуждать в комментариях. Ваши мысли и мнения помогут пролить свет на сложные вопросы, с которыми мы сталкиваемся, и, возможно, внесут свой вклад в борьбу с коррупцией, делая наше общество лучше. До новых встреч!